Викимедиа Роскомсвобода В Роскомсвобода примерно 1 миллион 270 тысяч статей. По сравнению с другими языковыми разделами, если мы не будем считать разделы ботезоливками, тогда получается, что только крупнейшие европейские языки, немецкие, английские, французские и нахудрые. Дело было в 2012 году, когда появился законопроект, появление, собственно, закона о том, что можно блокировать сайты. Мы пытались обратить внимание законодателей, депутатов, что есть проблемы с этим законом, нас не слушали, закон был принят в первом чтении. Участники википедии решили устроить забастовку. Википедия была на сутки отключена, появился такой баннер «Представьте мир без свободных знаний». Это привлекло внимание всех журналистов, огромную тачку пользователей интернета. Забастовку поддержали все крупнейшие компании русского интернета, это и Яндекс, это и ВКонтакте. Ну, вот просто хотел завершить рассказ, что хотя была большая забастовка, привлекшая внимание миллионов людей, тем не менее, никак она на законодателей, по сути, не повлияла. Был принят закон с какими-то минимальными, по сути, косметическими изменениями, одновременно во втором и третьем чтении, и очень быстро он вступил в силу. Прямо с первых дней право применения законов о блокировке, который вступил в силу 1 ноября 2012 года. В апреле 2013 года Википедия узнала, что уже ее статьи находятся в закрытой части реестра, без выгрузки оператором связи для блокировки. То есть как бы реестр, такая сложная довольно-таки структура. Сначала туда попадают в первичное наполнение реестра сайты. Формально через три дня после того, как госорганы, те или иные госорганы, которые принимают решение, что тот или иной сайт должен быть заблокирован в России, на тот момент это было три организации, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и Госнаркоконтроль. Так вот, какая из этих организаций принимает решение блокировки, попадает он в первичный реестр, там находится в течение трех дней, отправляются уведомления операторам, хостерам и владельцу ресурсов. И после того, как если этот запрещенный контент не убирается с этого сайта, то он выносится уже в другой реестр, к которому имеет доступ операторы связи для блокировки на всей территории России. Я помню формально первое решение о внесении, первое решение о внесении статьи в Википедию в реестр, оно было принято, находит, помню, 11 ноября. Через 10 дней с вступления в законы. Это касалось некоторых страниц, но на самом деле Википедия не была заблокирована, как сказал Артем, то есть ее должны были заблокировать, но не заблокировали. Сейчас 4, нет, сейчас уже 3 статьи до сих пор находятся в этом реестре, за которые в любой момент Википедия может быть в России заблокирована. Но, как вы видите, она работает и не блокируется. Случай был только один в этом году, когда в августе Википедия блокирована. У нас внесена в реестр статья самосожжение, потому что по закону нельзя давать информацию о способах самоубийства. Как у нас сказано в этом решении, что сама статья самосожжения, ее определение, она содержит описание способа самоубийства, что самосожжение – это когда человек добровольно сжигает себя при помощи огня. И уже само определение – это является описанием способа самоубийства, и справиться ничего нельзя, и статья внесена, собственно, в реестр. Все уведомления, все решения, экспертиза по этим страницам, они выкладываются на определенную страницу служебную в Википедии, и все сообщество может это читать и сами решают, надо исправлять, не надо исправлять, но только исходя не из того, что там рекомендуют эти чиновники, а исходя из внутренних правил Википедии. Второе – это ведомство, которое сблокирует страницу, это ФСКВН, это по борьбе с наркотиками. Они регулярно вносят в нашу страницу этот реестр, это, пожалуй, самый основной вночитель, но через некоторое время, после того, как они смотрят, что мы статьи провели к академическому видео, то есть остались только информации, которая основана на академических источниках, после этого они убирают информацию этой статьи из реестра. И третий – это, соответственно, Роспотребнадзор, то, что связано с самоубийствами, все три статьи, которые остались, они связаны именно с требованиями Роспотребнадзора. Да, можно сказать, это действительно очень сильно повлияло на популярность. Например, какие-то наиболее резонансные случаи – это статья, какого-то, оскурение каннабиса и статья, которая посвящена веществу, изготавливаемой из каннабли, как название ЧАР. В этом, в последнем случае, статья, которая обычно посещалась там меньше 40 раз в сутки, ее в один из дней посетило почти 200 тысяч человек. То есть, вот этот эффект с рейсом, он как раз был явлен в полном виде. Получается, что на самом деле распространение информации у нас занимает, собственно, вот эти все ведомства, то есть, что-то блокирует, приводит, на самом деле, к совершенно противоположным результатам. То есть, что такое ЧАР, раз в России не знал никто. Теперь знают все. Теперь знают все. Это обсуждается участниками Википедии. Некоторые высказывали мнение, что давайте все удалим. Но в целом, как вы понимаете, решение о содержании статей принимает коллективный участник Википедии. И из нее, как правило, происходит следующее. Статья привлекает всеобщее внимание, ее начинают активно редактировать огромное количество людей. Но это, скорее всего, это потому, что он вместо того, чтобы что-то удаляться, наоборот, уточняется, добавляется множество деталей, и статья увеличивается в два-три раза. И в большинстве случаев они принимают решение, что статью необходимо удалить. Ну, и статья, чем больше людей ее редактировать, тем более точно, аккуратно в формулировке, тем более авторитетные источники используются для написания. И уже к чему-то докопаться, как-то обвинить Википедию, ну, не получается. Чем, собственно, отличался этот случай, кроме самого того, что, собственно, было вот это решение суда, собственно, изменился и итог. Да, Википедия была заблокирована, Роскомнадзор публично объявил, в СМИ написал открытое письмо, что он обязательно заблокирует Википедию. И так как Википедия, статья была выставлена к удалению, и сообщество решило ее оставить, и формально как бы была внятная позиция, что статья удалена не будет, так как было решено ее оставить, Роскомнадзор, собственно, заблокировал Википедию, но сделал это довольно странным образом. Соответственно, это произошло ночью, а уже в 7 утра Википедия была разблокирована, так как все-таки ночью люди обычно спят, практически никто, собственно, этой блокировки не заметил. То есть формальное решение было исполнено, реально, по сути дела, произошло так, как и происходило раньше. Как от цензоров никто не любит? И, собственно, отношение, что в Википедии не должно быть цензуры, и не должно быть цензуры не только в Википедии, но и в интернете. В данном случае смысл всего проекта собирать информацию, предоставлять ее людям, и цензуры быть не должно. И в целом, даже конституция российская говорит, что цензура в России формально запрещена. Неформально, мы говорим, официально запрещено. Формально запрещено, Практически есть вопросы к этому, но людей, которые в Википедии поддерживают цензуру, там такие тоже есть, но это очень малое количество, а в основном сообщество поступает против. Практически полное единодушие. Продолжение следует...